А сейчас мы будем говорить о лечении бессонницы. И мы уже говорили на лекции по имидж-медицине о том, что если будет хорошая взаимосвязь между мозгом и сердцем, то будет хороший сон. Мы не можем хорошо спать по одной из причин. Первая, это потому что мы думаем, что делать. А вторая, это мы чувствуем, что делать. Например, вы думаете, ой, завтра мне нужно рано вставать. И это ваш мозг. Он думает, а затем вы ложитесь спать. И ваше сердце следует за мозгом. И затем вы хорошо спите. И, например, если ваше тело не слушает ум. И взять такой пример, как вы пьете сильный крепкий кофе или крепкий чай. И вы говорите, завтра мне нужно рано вставать, мне нужно идти спать. И затем вы ложитесь спать. Но ваше тело, ваше сердце не слушает ум. И вы не можете уснуть. А часто бывает такая ситуация. Даже если мы действительно сонные, хотим спать. И наше тело очень усталое. Мы усталые. Мы даже ложимся на кровать, но ум начинает думать, думать, думать. И затем мы все равно не можем спать. И когда вы просыпаетесь, вы чувствуете, что ваш ум, ваш мозг не хорошо работает. А затем, когда вы ложитесь спать, вы чувствуете, и ваш ум начинает очень много думать. И это обозначает, что между сердцем и мозгом, между вашим телом и умом нет хорошего взаимодействия. И вы не можете хорошо спать. Usually, in Chinese, we say, «Син шэн» — «будил», «син» — «хар», «шэн» — «your mind». «Your heart and mind» cannot cooperate. И обычно в китайском языке мы говорим вот так, что ваш ум и ваше сердце, они между собой не взаимодействуют хорошо. В имидж медицине мы говорим о том, что дух или ум не может хорошо взаимодействовать с физической составляющей тела. То есть, это ум и тело. Это значит, что ваш дух или ум, и ваше физическое тело или сердце не могут друг с другом хорошо взаимодействовать. И это как раз мы называем в имидж медицине информационной составляющей или проблемой. Это называется «син» — «сердце», «шэн» — «спирит». «Син» — это «сердце». «Коннат». «Син» — это «сердце», «шэн» — это у нас «дух», они могут хорошо взаимодействовать. И в древней китайской медицине это относится к школе Бенчуэ. К школе Бенчуэ. Как мы знаем, «de brain», «the research» — «the brain and the heart» — в общем, они работают вместе. Даже мы говорим, они связаны с другом. И также исследования обнаружили, что мозг и сердце, они друг с другом взаимосвязаны. И не только ум думает, но также сердце. Значит, сердце тоже думает, и также вместе с умом. И вы можете даже увидеть так много связей, проводов между сердцем и мозгом. И если они оба хорошо друг с другом взаимодействуют и общаются, то тогда не будет неправильной взаимосвязи между этими двумя органами, мозгом и сердцем. И если что-то неправильное между взаимодействием этих органов, или мы можем сказать неправильная частота, или неправильная связь, то мы между этими двумя органами, между умом и сердцем, между мозгом и сердцем видим такую ссылку или связь. Окей, so, first, we use the brain to visualize the heart, to make with our mind, make the heart bigger, smaller. А для начала нам вместе с умом и сердцем нужно использовать метод пробуждения больше-меньше и пробуждать ленивые клетки сердца. И нам потребуется несколько дней для того, чтобы понять всю процедуру, но сегодня мы будем пробуждать сердце. Окей, so, now, follow me, we wake up the heart, still use the same way, in image medicine, we know how to wake up. We need to make this organ, make the heart bigger, smaller, bigger, smaller. А сейчас следуйте за мной и, как мы уже знаем, в image-медицине нам нужно чувствовать, как сердце становится больше-меньше, больше-меньше. Мы используем этот метод пробуждения и слушайте меня, слушайте сердцем, и пробуждаем сердцем. Следуйте за мной. Ви би шуан в te � entắmке. Окей, so, first, you look at the video. You need to visualize, visualize your heart. И для начала смотрите на видео, и вам нужно визуализировать своё сердце. И чувствовать своё сердце. И чувствуйте, как я делаю сердце больше-меньше. Больше значит да, меньше значит сяо. Вы используем этот метод больше-меньше. Вы чувствуете своё сердце. Да, больше, сяо, меньше. Продолжение следует... Продолжение следует...